привет друзья я продолжаю свой рассказ о 1972 годе почему у меня получилось 5 видео серий относящихся к этому году все очень просто а потому что вы даже не представляете насколько музыкальной тогда была наша страна если раньше в те времена музыка звучала во дворах в парках а любителей игры в домино это даже вовсе не раздражало то сейчас вся музыка перекочевала в автомобили люди обособились появилась возможность не входить в контакты с незнакомыми людьми и именно по этой причине в транспорте в метро в автобусе троллейбусе все достают свои гаджеты телефонны и понеслась кто во что гораст кто-то забавляется играми кто-то смотрит всякую чепуху при этом дурашливо смеется а кто-то во весь голос раздражает всех пассажиров долгим-долгим громким трепом по телефону да времена кардинально изменились я почему-то сейчас хотел бы отметить степень профессионализма музыкантов в ансамблях тех лет я уже говорил в предыдущем выпуске о вокально-инструментальном ансамбле самоцветы и о веселых ребятах ну надо принимать во внимание тот факт что многие музыканты пришли в эти коллективы из простой самодеятельности и продолжали обучение игре на инструментах уже там на на гитаре на бас-гитаре и так далее и поэтому по исполнительскому уровню все коллективы были разные с этой точки зрения мне хотелось бы отметить два вокально-инструментальных ансамбля тех лет это прежде всего белорусский коллектив а ансамбль песни ры и вокально-инструментальный ансамбль поющие сердца под руководством виктора викштейна и давайте посмотрим два фрагмента моих предыдущих видео где я как раз делюсь воспоминаниями об этих замечательных коллективах пожалуйста безусловно самым ярким и значимым был в то время вокально-инструментальный ансамбль песни ры из белоруссии под руководством владимира млядина образовались они в 1969 году но настоящая популярность не пришла после того когда их концерт показала центральное телевидение и был издан их виниловый альбом на всесоюзной студии грамзаписи мелодия в основе их стиля лежал белорусский фолк а позже они обратились крупной форме ну я имею ввиду рок-оперу главная отличительная черта песниров от всех вокально-инструментальных ансамблей это их вокал грамотный подбор голосов по тембрам и диапазону да и сам владимир мулявин был талантливый музыкант талантливейший музыкант и аранжировщик к тому же который отлично знал и понимал что он делает кстати говоря в то время песниры были единственной музыкальной группой в советском союзе которая гастролировала в соединенных штатах америки это было в 1976 году и в этом же году они выступили на международном конкурсе грамзаписи который назывался мидом в каннах а туда между прочим просто так не допускали туда допускали только те ансамбли которые выпустили за год максимальное количество грамм пластина в своей стране вокально-инструментальный ансамбль поющие сердца ансамбль этот отличался от других довольно сильной духовой группой куда вошли очень крепкие музыканты того времени джазмены должны хорошо помнить трубача и сбойникова анатолия васина саксофониста виталия шаманкова который был кстати моим другом до последних дней жизни судьба к сожалению не подарила ему долгой жизни и ушел от нас он конечно рано к огромному сожалению откуда появилось название поющие сердца просто когда-то леонитость утесов сказал о пении приблизительно так петь надо не только голосом но еще и сердце об этом мне рассказал художественный руководитель ансамбля уже сегодняшнего обновленного состава музыкантов виктор харакидзян можно было еще много говорить об этом замечательном легендарном коллективе но я к сожалению ограничен времени одно хочу заметить я с особым уважением отношусь к виктору харакидзян сумевшему до сегодняшних дней сохранить этот обновленный ансамбль и бренд название вот это поющие сердца и они с огромным успехом выступают до сих пор на лучших концертных площадках нашей страны мне также хотелось бы показать всем видеофрагменты где идет речь о такой легендарной группе как цветы под руководством стаса нами на помните песню звездочка моя ясная ссылку я даю здесь в описании давайте посмотрим ну а теперь речь пойдет о группе стаса нами на которая вначале называлась группа цветы дело в том что в 1972 году они впервые записали свою грампластинку на фирме мелодия которая разошлась послушайте внимательно разошла семимиллионным тиражом такого успеха не было ни у кого в то время а песня звездочка моя ясная была стопроцентным хитом конечно у этих ребят были очень сложные конфликтные отношения с министерством культуры они считали себя рок-группой и остались себе до конца верны а минкульт всячески запрещал все то что было связано с культурой рок-н-ролла а вот в америке в том же 1972 году певец стиви вандер с песней с юберстишен был принят в зал славы премии грэмми куда рядовых музыкантов не принимали безусловно америка вновь определила свой прогрессивный музыкальный стиль всему миру что говорит о чрезвычайной изобретательности американских музыкантов и отсутствие цензуры на искусство в этой стране с моей точки зрения частичная цензура должна быть но это должно относиться лишь к тем песням где пропагандируется секс насилие агрессия ну скажем межнациональная рознь и давайте послушаем свободного одухотворенного я бы сказал великого автора америки стиви уандера с песней суперстишен что в переводе на русский означает суеверие как всегда всем вам напоминаю о том что я появляюсь в эфире регулярно по вторниками пятницам 18 00 подписывайтесь пожалуйста из колокольчик а чтобы понемногу как говорят быть в теме понемногу просматривайте все мои видео видео блоги плейлисты вот этот музыка ссср относится к истории эстрады в нашей стране начиная с 1957 года но есть также песни саксофон а также мои авторские песни мои путешествия и гастроли также о всяком разном и каверы ну и вдобавок еще журнал music sky музыкальное небо вот пожалуйста посмотрите ну что ж друзья увидимся всего вам хорошего пока